то не хотели ли вы оказаться на необитаемом острове совсем один чтобы кругом не души думаю это мечта интроверта но сейчас речь пойдет о людях для которых быть одному на необитаемом острове обычная рутина я говорю про смотрителей маяка в декабре 1900 года три смотрителя маяка томас маршалл джеймс дукат и дональд макартур пропали без вести на острове эйлен мор близ западного побережья шотландии загадочные обстоятельства их исчезновения дали почву для самых фантастических домыслов ходили слухи о призраках и морских чудовищах и хотя истории местных сторожилов никогда не рассматривали всерьез ни одна из версий предложенных в ходе расследования не смогла пролить свет на случившийся детали этого странного дела по праву считаются одной из самых больших загадок начала прошлого века маяк на скалистом островке эйлен мор вблизи высочайшей точки архипелага фланан также известного как семь охотников был построен в 1899 году всего за год до трагедии принесший этому месту печальную славу последние полвека с начала 1970-х когда маяк автоматизировали остров считался необитаемым впрочем эйлен мор никогда не был по-настоящему заселён кроме маяка и острых скал на острове есть только древняя часовня считается что она была возведена в 7 веке ирландским епископом флананом позже причисленным к лику святых по легенде фланан в честь которого архипелага получил свое название был отшельником и некоторое время проповедовал в этих краях неудивительно что с незапамятных времен эйлен мор вызывал у паломников и посетителей острова благоговейный ужас причудливые суеверия и странные ритуалы вошли здесь традицию например считалось что прибывший на остров должен обойти часовню на коленях возможно для того чтобы задобрить обитавших здесь духов многие из тех кто побывал на острове рассказывали о собственной мистической атмосфере этого уединенного места поколение местных пастухов веками привозили сюда вес на выпас но никогда не оставляли на ночлег они называли эйлен мор другой страной подразумевая что это место связано с паранормальными явлениями после того как маяк был достроен на эйлен мор прибыли первые смотрители их было четверо томас маршал джеймс дукат джозеф мур и дональд маккартур трое из них должны были нести вахту на маяке поочередно сменяя друг друга раз в две недели на эйлен мор приходил корабль с припасами их единственная связь с внешним миром в начале декабря 1900 года джозеф мур ушел в двухнедельный отпуск поскольку во время таинственного происшествия на маяке он был на большой земле остаться в живых посчастливилось только ему о первых странностях на эйлен мор сообщила команда парохода архтор прибывшая в порт города лид 15 декабря 1900 года когда судно проходило мимо острова огонь на маяке уже не горел об этом была сделана запись в бортовом журнале несколько дней спустя на эйлен мор должен был отправиться корабль с джосефом муром но из-за плохой погоды отплытия пришлось отложить на неделю когда мур наконец сошел на скалистый берег острова никто из смотрителя не вышел ему на встречу на пристани не было сделано необходимых приготовлений перед прибытием корабля на флагштоке не был поднят флаг заподозрив неладный амур первым из прибывшей команды поднялся по крутому каменецкому склону к маяку позже он признался что уже в тот момент испытывал непреодолимый страх и предчувствовал беду два дня спустя он написал свои впечатления когда я подошел к воротам то обнаружил что они заперты я направился к входной двери ведущей кухни и кладовой но она тоже была заперта как это что за ней но сама кухонная дверь оказалась открыта когда я вошел то обратил внимание на очаг который потух несколько дней назад мне удалось войти в жилые комнаты где я увидел пустые кровати как если бы смотрители покинули их ранним утром больше я не стал тратить время было очевидно что случилось что-то серьезное складывалось впечатление что произошедшее застало троих мужчин врасплох на столе в кухне стояли тарелки с мясом картофелем и огурцами обед был недоеден один из стульев перевернут будто кто-то из смотрителей опрокинул их в попыхах хотя маяк запрещалось оставлять без присмотра что-то вынудило их покинуть свой пост эту догадку подтверждает это что при входе остался висеть один из трех плащей должно было случиться нечто из ряда вон выходящее чтобы опытный смотритель забыл верхнюю одежду в середине декабря но в таком случае непонятно почему при такой спешке у них нашлось время плотно закрыть за собой входную дверь и ворота после того как мур вернулся к остальным с докладом капитан корабля джеймс харви и его команда обыскали берег впрочем безрезультатно выходило что маршал дукат и макартур буквально испарились не оставив никаких следов тем же вечером капитан отплыл с острова из ближайшей телеграфной станции отправил телеграмму центр управления маяками шотландии ужасная беда произошла на фланге трое смотрителей дукат маршал и макартур исчезли с острова мы прибыли туда сегодня днем и не обнаружили на острове никаких признаков жизни запустил сигнальную ракету и поскольку ответа не было высадил муру на берег он поднялся к маяку но смотреть или там не нашел судя по остановившимся часам и другим признакам что-то случилось примерно неделю назад бедняк должна была смыла с утеса либо они утонули пока чинили кран либо еще что-то в этом роде наступает ночь мы не можем оставаться и продолжать разбирательство но вернемся завтра утром и попытаемся что-то выяснить об их участие я оставил мура макдональда бакенщика и двух других матросов на острове чтобы они поддерживали огонь на маяке для тех пор пока вы не дадите дальнейших указаний одной из первых версий стали предположение капитана харви что смотрители могла смыть в море с причала или с высокого утеса и хотя ни одно из тел так и не вынесла на берег она до сих пор считается наиболее правдоподобный правда это объяснение не дает ответа на главный вопрос почему всем трем мужчинам потребовалось покинуть маяк практически одновременно при этом один из них так спешил что не удосужился надеть плач несколько дней спустя для детального расследования на эйлен мор прибыл роберт морхит из управления маяками он был знаком с пропавшими и лично утверждал маршала дуката и макартура на должности смотрителей проверив показания джозефа мура и капитана джеймса харви морхит обратился к отчетным записям журнале которые вели смотрители в нем они отчитывались о выполнении работ на маяке и описывали изменения своего физического и психологического состояния морхит сразу обратил внимание на то как сильно последние записи в журнале отличались от предыдущих так судя по противоречивым заметкам от 12 декабря который оставил второй помощник томас маршал главный смотритель джеймс дукат был очень тих а бывалый моряк дональд макартура так и вовсе плакал также маршал упоминал о сильных ветрах подобным которым не помнят за последние 20 лет хотя 12 13 14 декабря в регионе не зарегистрировали никаких штормов по имеющимся данным возле элен мор был только один сильный шторм и он произошел 17 декабря то есть спустя несколько дней после трагедии если бы на маяк действительно обрушила стихийное бедствие это не могли не заметить соседнего острова который располагался неподалеку тем не менее в записи от 13 декабря утверждалось что небывалые ветра не стихали два дня подряд все трое мужчин молились о прекращении бури хотя до припытия на элен мор ни один из них не отличался религиозностью они могли переждать непогоду в крепком маяке находящимся на высокой точке архипелага но почему-то были напуганы как малые дети последняя лаконичная запись от 15 декабря гласила шторм стих море спокойно господь над всем сущим после ознакомления с журналом вопросов только прибавилось теперь морхед сомневался в достоверности информации которую он прочитал и в рассудке маршала дуката и макартура уж не стало ли причиной трагедии помешательства смотрителей возможно один из них убил товарищей и сбросил их тела в воду после чего покончил с собой в официальный отчет морхед все же включил версию ранее предложенную капитаном харви о том что троих несчастных смыло в море одним из доказательств послужили новые улики найденные на причале обрывки веревок которые должны были храниться в ящике возле подъемного крана для припасов расположенным на утесе в 30 метрах над причалом и хотя такое объяснение не вполне убедило руководство управления маяками шотландии это была единственная реалистичная версия произошедшего благодаря вниманию прессы трагическая история исчезновения смотрителей маяка быстро получила общественный резонанс и также быстро стала обрастать всевозможными домыслами не заставили себя ждать и откровенно конспирологические теории связанные с вмешательствами иностранных государств контактами с внеземным разумом или похищением расой низкорослых людей якобы с древних времен населявших местные утесы возможно именно из-за этих слухов ведущие смотрители маяка на острове эйленмор неоднократно сообщали о странных мерещихся им во ветрах голосах называвших имена пропавших мужчин интерес к этой загадочной истории не ослабевает до сих пор в 2019 году в прокат вышел фильм исчезновение жердом баттлером действие которого происходит как раз на острове эйленмор также стоит упомянуть о недавнем камерном триллере режиссера роберта эггерса с говорящим названием маяк с уильямом дефо и робертом паттинсона обе ленты так или иначе эзотируют случившееся на острове что же касается истины то сейчас уже невозможно сказать наверняка что на самом деле произошло в декабре 1900 года на эйленмор единственное что не вызывает сомнений память об этой трагедии и дальше будет волновать умы любителей мистики и загадок